Всем привет! Привет, с вами Штребух, Повелитель Помоек. Многие из вас просили сделать обзор на мой компуктер, который я насобирал из комплектующих, которые я нашел в помойках. Помойка кормит? Начнем обзор с моего стола. Стол изначально не был таким большим. Я его брал на Авито рублей за 500 еще очень давно. А потом я нашел в помойке вот эту столешницу. Я ее положил поверх стола и прикрутил на саморезы. И с помощью нее стол стал намного больше и круче. А также в заднюю часть стола я вмонтировал подсветку, которую нашел в помойке. В передней части стола еще добавил дополнительную с выключателем. Для экономии пространства закрепил домашний кинотеатр Samsung DVD-CM500. Находил его возле помойки года два назад. Он очень мощный. Общая мощность 500 ватт. Я его никогда на всю не включаю, потому что меня могут просто выселить нахер. Вообще система 5.1, но я из помоек натаскал еще 8 колонок, закрепил их по бокам стола. И в итоге пусть этот центр и старый, но долбит просто изумительно. Кресло также из помойки. Пусть и потрепанное жизнью, но в техническом плане все отлично. В будущем планирую его перешить. В качестве микрофона использую рекордер Zoom H1N с ветрозащитой. Покупал его за 8000. Спасибо моим донатерам огромное. Так как я собирал бабки на него на стримах. Записывает звук он в офигенном качестве. К нему можно подключить петлички. А самое главное, его можно подключить к компу по USB. И писать звук напрямую в компьютер. Сейчас, кстати, я записываю голос на этот рекордер. Стойку для микрофона мне подарили. Стоит такая примерно 1000 рублей. Клавиатура у меня самая обычная, но она очень удобная. И оригинальная от Microsoft. Модель 1343. Находил ее уже давненько в помойке. Коврик большой от бренда Fotech. Брал за 900 рублей. Мышка игровая Bloody, модель A91. Имеет 7 режимов подсветки. Можно настроить чувствительность мышки прямо на корпусе. В играх очень удобно. Брал ее за 900 рублей на Авито. Веб-камера Logitech. Пишет видео в HD 720p. Нашел ее в помойке. В принципе, для стримов подходит. Супер крутые наушники по звуку. От бренда Fisher Audio. Модель Titan. Находил их в помойке. Пусть они смотрятся не очень, но звучат лучше всех тех наушников, которые у меня были до вот этих наушников. Монитор на 27 дюймов. От бренда Philips. Модель на экране. Разрешение Full HD. Покупал на Авито за 6000 рублей. Картинка радует. Самое крутое то, что его можно было закрепить на кронштейне к стене. Ну а теперь самое главное. Компуктер. Корпус из помойки Zalman Z11 Night Performance. Performance. Night Performance. Стоит на Авито примерно 2000 рублей. Изначально был найден в помойке весь зарыганный, грязный. Ну конечно же я его отмыл. И теперь это просто пушка. Перейдем к начинке. Материнская плата MSI, которую я нашел в помойке. Сокет LGA 1150. Максимальный объем оперативной памяти 16 гигабайт. Со скоростью 1600 мегагерц. В ней есть даже функция разгона. Но мне это не нужно. Стоит на Авито примерно 1500 рублей. Плата была найдена с игровым процессором Intel Core i5-4460. 4 ядра, 4 потока с частотой 3,2 гигагерца. Максимальный объем оперативной памяти 32 гига. Стоит такой новый сейчас 15 тысяч рублей. Плюс в плате еще стояла оперативка Crucial на 8 гигабайт со скоростью 1600 мегагерц. Когда я это все нашел, я был просто в шоке с того, как люди зажрались. Совсем недавно сделал апгрейд и поставил оперативку Corsair 2 планки по 8 гигабайт. Купил за 4500 на Авито. Система охлаждения с моего старого ПК стоит примерно 400 рублей на Авито. Видеокарта AMD Radeon R9 270X на 4 гигабайта. Разрядность шины 256 бит. Частота памяти 5600 мегагерц. Покупал видеокарту за 5000 рублей на Авито. В принципе, за свои деньги офигенная карточка. Блок питания Corsair CX600 на 600 ватт. Брал на Авито за 3000 рублей. Операционная система стоит на SSD-шнике Netac на 250 гиг. Брал за 2500 на Авито. Второй жесткий диск Cajade на 750 гигабайт. Скорость шпинделя 7200 оборотов. Покупал за 900 рублей на Авито. RGB-подсветка из помойки без регулировки подключена напрямую к блоку питания. И, наконец, долгожданные тесты в играх. В GTA V на средних настройках в среднем 100 FPS. В CS GO на средних настройках в среднем 300 FPS. А вот цены на комплектующие, которые стоят в моем компе. Радует только помойка. Хорошо, что не за все мне пришлось платить. Фух! Ну, наконец-то я закончил этот видос. Чтоб вы понимали, сценарий этого обзора вышел на 7, мать его, листов. Я просто в шоке, ребят. Поддержите меня за старание лайком и подпиской на мой канал. А если кто-то из вас хочет со мной поиграть, допустим, в CS GO или еще в какие-то игры. Ссылка на мой Steam будет в описании. Добавляйтесь в друзья. Поиграем как-нибудь без проблем. С вами был Штребух. Увидимся на следующих обзорах. Находок из помойки. Уау!